Валерий Курас, директор А.Семкин 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 В 2021 году по 87-й постанове принято на сегодняшний день 1898 обращений. Прием заявления продолжается. На сегодняшний день нет остатки гуманитарного оружия, который мы в странном складе завезем в конце прошлой недели. И нам подготовлена заявка в МСУ о перераспределении остатков. Это остатки чего уже 58-й сумму распоряжения. Уважаемые коллеги, что могу доложить? Из положительного момента это очень активная работа с международными, в частности с Красным Крестом. Там в ходе работы мы обязательно будем советоваться и консультироваться по поводу определения критерий, особенно по Никитовскому району, где либо улицы, не дай бог, будут подвержены обстрелы и так далее. То есть нужно будет определять и расширять. Но это будем обсуждать в частном порядке. Я здесь готова выступать к кураторам. Помимо того, чтобы желанам нужно ответить за это. В том случае, плечо буду подставлять. Из критичного. Вчера был мониторинг пункта выдачи гуманитарной помощи. Не знаю, поддержите вы меня или нет, но в военное время гуманитарная помощь и работа по восстановлению, это помимо тех обязанностей, которые возложены на администрации всех уровней. Это, наверное, все-таки пункты помощи и организация по работе по восстановлению до лица главы. Это одни из самых насущных вопросов. Поэтому я бы очень попросил всех глав учесть те рекомендации и замечания, которые были вчера изложены. В частности, Центральный городской район. И я бы попросил всех коллег и ваших заместителей, мы встречаемся постоянно, амбицию свою подкреплять фактическим исполнением законодательства. Если будут вопросы со стороны материально-технического обеспечения, решайте их. Если вопросы со стороны ЦУГа, исполнительности их, так как они реорганизовываются и будет МЧС заниматься, ваше дело прикрыть себя и сделать заявку. А как ее погасят, то есть исполнят, это уже не ваши вопросы. Напоминаю, ежемесячно. Ответственность за, ну, в ходе той практики, которую мы испытали, ответственность за неисполнение данного факта уголовного. Мы понимали ситуацию по выдаче манитарной помощи. Город Дубайцево. Я могу расшираться там по цифрам, но там далеко не 10 тысяч человек. Получают манитарную помощь очень больше, чем Город Дубайцево. Когда, правда, в том числе, в основном, в основном, в сложных жизненных обстоятельствах, давай больше. Это говорит о том, что просто больше работает. Мы не знаем на душа больше. У нас гораздо больше людей, чем Город Дубайцево, в основном, в основном, в основном, в основном, в основном, в основном, в основном. Воздушность какая? А глава администрации должен стоять на месте города по 8 утра, чтобы глава города показывать, как работают коммунальные бригады. Если вы, если вы считаете, что я не проеду, не посмотрю в дорогу вместе, вы и сами меня там не будете, так я это давно сделаю. Зачем вам это показывать? Вы зачем малышки вчера одели, людям? Вы, получается, стекла науставляли на манитарном. Вы что, не можете в вас стекла встать? Или там мыши не лазят у вас? Или вы не можете найти несчастные деньги? Вы в декабре заявку написали на поверху весов. Вы хоть постыдитесь, вы глава районного. Кто это должен сделать? Чуть же Романов этого сделала, а Ахтенко это не может сделать. Он заявки пишет. Пожалуйста, я прошу вас, ходите в рабочий мир. А на мой строительный бригад доклад Жиренков Евгений Александрович. В городе Романовка сформирован объединенный этап установления 1437 домов. Получение и выдача строительных материалов осложено на направлении капитального строительства. На 1-е, на 8-е были получены основные виды строительных материалов, что позволяет выдавать строительные материалы собственникам страдавшего жилья. На сегодняшний день выданы материалы на 103 адреса. Выдача материала производится под первичной ведомостью дефектов, что приводит к тому, что собственники жилья получают строительные материалы неполным враньем. На текущий момент 11 владельцев новостроений по обреженных признаков военных действий подали заявление на устранение домов силами бригад. По разъяснениям обороченных в Минстрое 2 августа, администрации дано право на утверждение дополнительных ведомостей дефектов с предоставлением протокола и ведомости в Минстрое. 3 августа прошло совещание, которое был первый заместитель главы. На нем рассмотрен вопрос дополнительно к КП «Простор» привлечь коммунальные предприятия по одному карту района. Это ЧП «Великан» – центрального городского ЧП «Тепловина» Никитовский, КП «Восточный» Калининский для предоставления бригад по восстановлению. 4 августа рабочая группа приезжала по обмену опытом в Курбышевский район города Донецка. Опыт Курбышевского района анализируется, по нему разрабатываются проекты распоряжения. Планируется создание бригад на базе предприятий. КП «Простор» 5 бригад, ЧП «Великан» 2, ЧП «Тепловина» 2, КП «Восточный» 2 бригады. Поданы заявки по привлечению специалистов в Курбышевский центр и занятельности. С сегодняшнего дня проводятся подготовительные работы силами работников, привлеченных центром и занятельности. Это ЧП Тепловина «ЧП «Великан» по адресу улицы Сергея 교寮 114 подготовительной работы и КП «Восточный» по адресу Калашников 95. Далее, при формировании бригад специалистов по этим адресам и дополнительно еще по трем адресам. Бригады приступят к восстановительным работам. Такая же работа проводится по формированию строительных бригад на базе КП «Просторы». Все специалисты будут привлекаться к работам через горловские центры занятости. Также из центра занятости прорабатываются вопросы закупки инструмента и расходных материалов. Одной из сложностей при выполнении восстановительных работ является требование Министерства труда и соцполитики привязки заработной платы специалистов к смите и трудозатратам на выполнение работы. Координация работы по восстановлению частного жилого фонда возложена на отдел установления. А подробнее проекта распоряжения и подтверждения правил обостройства? Благодарю, Леонид Федоровский. В Орловских правилах есть то, что есть отдельный обостройств раздел по содержанию наших и диких животных. И на сегодняшний день управление, учреждение, организация к нам не разослали эти варианты. Поступают предложения по внесению изменений. Такие предложения были направлены на отделы культуры, Калиниска, Никитовская администрация, Управление муниципального развития, а также рядом приемах. На сегодняшний день совоснованное распоряжение до 20 августа мы сравниваем в области уже окончательный вариант. Этих правил обостройства и готовы будем выйти на общественное слушание, подготовить распоряжение главы для регистрации в Управлении и СССР. А что в городе Орловских не обижают, не обижают облачан Божьи Сохраны, лучше, чем в Донецке по благоустройству, чтобы вы собрались там переделывать, чтобы я понимал. Кроме того, чтобы у вас выписаны, извините, правила выгула собак, которые гуляют по скверу героев, не хочу выражаться перед камерами, никто за этого не смотрит, там все обгажено собаками. Так что вы хотите там нарабатывать до 20-го числа? Я вот это хочу понять. Вы должны были просто их взять и скопировать. Они разрабатывались 15 лет эти правила. Что вы хотите, у вас что есть лучшее? Что вы делаете сейчас лучшее? Может, протоколы вы лучше составляете? Следите за этим. У вас есть, может быть, мех у нас. Есть мех уборка, что мы мордюры не красим, не белим. Или белим. Я вот вас как начальник управления доставлю. Чего вы дорабатываете? Чего вы дорабатываете? Дело в том, что просто взять за основу правила главного устройства в городе Донецка мы не можем. Почему? Есть там ряд позиций, которые... Каких? В любом случае нужно менять. Ну, допустим, границы, те, которые определены за предприятиями и организациями... Так это в рабочем порядке вы определяете границы, все. Ну, там, что-то написано, допустим, определяется и с полкомами. Конечно. Это не способны. У нас немного бывают ситуации, у нас и с полкомом в районе Совета не было. У нас были районы администрации, которые не имели старшек для юридического лица. И граница, которая определялась за благоустройством, закрепленными за предприятиями, она определялась на ширину землеотхода, до сего, части дороги, включая превольденные карты. В Ротодонинске там несколько дней наше. То есть есть ряд балансов, которые, ну, нельзя просто взять, допустим, и перенести. И если нужно, допустим, ускорить эту работу, мы проведем это в течение недели. В любом случае поступают те замечания, допустим, дополнения. Что касается администрирования правил благоустройства, я с вами согласен. Что администрирование проходит на низком уровне. В свое время у нас была в каждом районной администрации, был работник инспекции по контролю за благоустройством. Однако, надо сказать, что то количество лиц, которые наберены правом, составляют протоколы, особенно по статье 452, нарушение правил благоустройства, конечно, в уровне горлов и очень больших. И поэтому на эту работу, ранее она велась, в принципе, на нормальном уровне, более-менее уровне. Завода войны, эта работа, естественно, ослаблялась, и на сегодняшний день нужно и нашему управлению, и всем тем, кто имеет право на составление этих протоколов, естественно, оптимизировать эту работу. Ну, не для того, чтобы там, допустим, пополнял бюджет, а для того, чтобы навести колено в городе, чтобы это было нормой, правильной. В дело уголеваться в планах правильно, заходишь в любой наш сквер, и везде за ней не было. Я здесь с вами согласен, и вины, и вне себя, и с управлением не снимаю. Ну, не, что вы считаете, что я, у меня мнение такое, что я должен, у меня даже что-то штрафовое. Ну, ничего, я так думаю. Нет, я так не считаю, я просто высказал свое мнение. Я, наоборот, считаю, что люди во время войны, они стали как-то более ответственными. Вот, вот, отвечают за каждое свое слово. Сенат просто разговаривает. Не обязательно писать протоколы. Их тоже надо писать, если кто-то не понимает. Ну, 90% людей понимают, слышат, они стали, наоборот, ответственными. Они больше любили свою руку, стали любить свой город с этими обстрелами сильными. И сердце кровью всех обливается. А мы две недели правила подгоняем, потому что там, видите ли, до осевой линии, там не до осевой. В чем проблема? Причем здесь наделены они полномочия? Наделите. Ну, мы две недели ковыряем за 50 человек управления, правила ковыряем. Мы можем это сделать. Так сделайте, Владимир Владимирович, не надо слова. Мы же все в комсомоле сейчас. Мы сделаем. Сделайте и все. На следующей неделе доложите. Должен быть подписан и принят. Все. В чем проблема? Есть балансовая территория. 15 метров плюс... Если бы там дорога, плюс бордюрный камень, плюс метр. Все. Что вы изобретаете в велосипеде? Не цепляйтесь за заковыки юридические. Ну, в любом случае... Так он же один на территории. Мы должны провести общественные слушания. Какие? Для чего? Ну, в правилах там сказано, что они утверждаются и принимаются. Так для чего общественные слушания там написано? Прочитайте внимательно. К чему они проводятся? Для закрепления территории, за балансодержателя? Нет, не только. Владимир Владимирович, пожалуйста. До конца недели все проводят. Спасибо. А вот теперь мы переходим в протокол. Неделю назад я просил оргейзера эту работу. Поэтому, Ставислав Васильевич, доложите, пожалуйста, что у нас сделано за неделю. Присаживайтесь. С 1 по 5... За неделю. За период с 1 по 5 августа в административной комиссии при администрации города Городка поступил 41 административный протокол. Из них по статье 150 правила нарушения пользования жилыми домами и жилыми помещениями 26 протоколов. По статье 152 нарушение правил благоустройства территорий городов и других населенных пунктов. По части 1 ст. 154 нарушение правил содержания собак и кошек. Один протокол. По части 1 ст. 155 нарушение правил торговли и оказания услуг работников и торговли гражданами, занимающимися предпринимательской деятельностью. Четыре протокола. По части 1 ст. 159 нарушение правил торговли на рынках. Два протокола. Из поступивших протоколов на заседание административной комиссии при администрации города Городка вынесено на рассмотрение 37 материалов об административных правонарушениях. По четырем материалам на стадии подготовки выявлены существенные нарушения, в связи с чем данные материалы возрешены лицам, которые их заставили. На данный период исполнительную службу направлено опять постановление по принудительному засканию денежных средств на сумму на 1020 рублей. Также информация о поступлении административных протоколов, составленных работниками отделов управления и предприятий города за период с 1 по 5 августа 2016 года. Коммунальное предприятие «Мрия» направило 4 материала по ст. 150, один материал возвращен на доработку. Коммунальное предприятие «Донготранс» направило 10 материалов по ст. 150 и один материал по ст. 152. КП «Центральный» направлено 3 материала по ст. 150, 3 возвращено на доработку. Теплосель направило 10 материалов по ст. 150. Также администрации Калининского района направлено 4 материала по ст. 152. Администрации Центрального городского района – 2 материала по ст. 152. Сектором защитников потребителей направлено 4 материала по ст. 155. Калининское районное отделение полиции направлено 2 материала по ст. 159. Центральный городской районное отделение полиции – 1 материал по ст. 1 ст. 154. Спасибо. 8 протоколов в ст. 152. Да, на 152 8 протоколов. Кто суток создал? Не слышите. Так. Я вижу, что ст. 12, Калининский – 4. И один на таком КП. Тонный интернат. Получается, все еще три пола. Алексей Александрович. Давайте решим по хорошему полу. Алексей Александрович, вы можете видеть, если у нас звезда. Мы с вами не вернули. Когда встречались с вами? Встретили. В прошлом. В четвертом. В прошлом. Если вам замечательно, потому что вы уже не обсуждали, что вы уже не обсуждали. После того, что вы не понимаете, что когда собачка нахожусь с рыбой, трава там уже не растет. Мы с вами ждем встретиться. Обсудили этот вопрос. Я не поменялся в своей ситуации, ехал в сверху. И что там не поменялось? Все, в том разрезе есть, ерога. Я вас попросил активизировать работу в этом направлении. Вы постояли, покивали и ничего не сделали. Вот я вам задаю вопрос. Почему? Почему? Мы и остались на том же месте. Я сейчас не вернусь за дворовые метрели. Так практически невозможно вынести туда. Ну почему нельзя заняться спиной ерога? Это одно из центральных мест. Там появление. Оно святое, это место. Мы его обслекаем. У вас руки не дают. То есть если вы очень заняты, так не надо меня встречать. У вас в новом месте будет. Это никому не надо. Поэтому я говорю, нужно заниматься своими функциональными обязанностями. У вас есть завт, у вас есть отдел. Наделите каждого сотрудника от дела. Это касается для странных администраций. Разбейте районный участок. По возможности привяжите своих сотрудников администрации, там где они живут. Они с утра идут на работу, будут видеть, где что происходит. И как? Планико устроится.